А я, а чёрт возьми, извините, коллеги, ради бога, на правах рекламы. А вот Виктория Пономарёва, Галина Елизарова, Владимир Степаненко, скромно подпирающая, значит, створку двери Ольга Гакишиева. Это всё тренерская команда нашего интенсива пространства отношений. Вторая половина июля, Десна под Киевом, изумительно... А что это? Это не за правду. Да, читайте в фейсбуке, в сети, короче говоря. О, на стене в центре яблоко, явление о сроках и условиях интенсива пространства отношений. А у нас сейчас первая линейка первой половины дня, второго дня конференции. Катерина Черепова и Михаил Кидель. Чекотерапевт и война. Здравствуйте. Мой, как это, котерапевт не пришёл на фронт. Вот он заболел, у него уважительная причина. И я, признаться, ну, сомневалась до последнего заявляться с этим дискуссионным пространством или нет. Тема сложная, вот, она как-то... Ну, мне много есть чего одни сказать. Я, ну, работая в этой теме, помимо частной практики, у меня есть какой-то большой кусок кризисной работы, где я в рамках кризисных выездных приват езжу в серую зону. Вот. И, ну, накопились какие-то, ну, вопросы, которые хотелось бы обсудить и посмотреть, как эта тема, которая уже длится, ну, довольно-таки давно, и уже хорошо бы её закончить, она никак не заканчивается. Как она, в общем-то, влияет на жизнь людей, на жизнь людей из Харькова, которые приходят совсем другими темами. Вот. Ну, наверное, это будет разговор про, ну, работу с фоном. Вот. Потому что темой фигуры она вроде бы как-то уже перестала быть. Вот. Поэтому, ну, считаю важным всё-таки заявиться, и это точно будет, ну, про какой-то диалог, потому что каких-то, ну, решений, ответов у меня нет, вопросы накапливаются. И как-то мне показалось, ну, важным этим поделиться. Если у кого-то есть интерес к этому, то, ну, приходите поговорим. Спасибо. Это 206. Это здесь. И да, это здесь, да? Это здесь. Всё, и пусть изобретевшие выздравливают. А мы переходим дальше. Ольга Ивачевская. Не такая, ой, ой, я, не такая я, а цена и ресурс инаковости и пространства профессиональных и личных отношений. И мягкостью пространства профессиональных и личных отношений. Ну, вроде я так заявляла. А сегодня проснулась, и в интернете мне мэм подсказывает, ну, если кто-то знает тебя с лучшей стороны, то ты уж не вертись. И, ну, думаю, может, не стоит рисковать. Потому что я впервые в Харькове, впервые в этом сообществе. И тогда, если я буду предъявляться на какой-то не той стороной, меня примут, меня отвергнут, и вообще придут ли. И вот с этими вопросами, собственно, я уже живу 7 лет. И это такой класс огромный моего интереса. Как мне предъявляться своей инаковостью? И как я, как терапевт, в пространстве клиента терапевтических отношений чувствую себя, когда другой рискует или не рискует предъявиться этой инаковости? Что между нами происходит? Вот, поэтому такие два пласта, если есть интерес к этой теме, может показаться, что я буду говорить о каких-то дискриминируемых группах или, там, стигматизированных группах и так далее. Ну, нет. Потому что инаковость моя проявляется в том, что у меня метр почти 80. Моя мать казашка, и я уже где-то могу чувствовать себя не такой. Я из Киева в этом пространстве, и я тоже чувствую какую-то свою инаковость. Поэтому приглашаю, если вы сейчас думаете, кто она такая, а она какая-то не такая, я не говорю. Тем более приглашаю. Вот. Спасибо. Жду. Вот. Субтитры и вычислить, и ознакомиться можно будет в аудитории 203. Спасибо. Ванна Владимировна Шерстякова. В мастер-класс «Скорость контакта. Разум и чувство». Здравствуйте. Я приглашаю вас на свой мастер-класс про отношения, про знакомство. Я давно изучаю эту тему, мне очень интересно сам процесс от знакомства до контакта. И вот этот вот «При контакт» я приглашаю вас поисследовать. Будем исследовать с помощью метафорических карт. Это мой гайф, в котором я живу. Так что, если есть у кого-то интерес, пожалуйста. Отлично. Перекинуться в картишки можно будет в аудитории 205. Виктория Кривцова, Елена Мазуренко. Язык. Ага. Офе. Или ресурс. Ама предъявление. Ама предъявление. Ну вот, как-то я вот пытаюсь достать свой язык, собственно. И я ещё в процессе. Ну что, будем приглашать? Да, будем. Ну, собственно, в тему лекции про тревогу, про самопредъявление, да, эти чувства, которые с ним возникают, мы вас хотим пригласить вот как раз в творчество, в игру, для того, чтобы вы могли ощутить свой ресурс. Да, тревога не как упадок сил и не так, как гниющая трещинка, а скорее осознавать тревогу, то, что она есть. Вот я сейчас говорю, мне там голос начинает вибрировать, да. Но именно поиграть. Утро, ресурс. Тревога — это моя тема, потому что я очень много лет нахожусь в программе. И вот от контакта там конкретно с конкретным человеком до группы выходить очень сложно. Постоянно фон тревожный. И то, что я сейчас говорю здесь, это такое вот мое большое достижение. Я здесь, я говорю, я предлагаю вам пойти с нами очень деликатно, очень осторожно, нежно, заботливо. Мы будем прикасаться к этой теме. И игровой формат, и какое-то веселье и удовольствие, я думаю, позволят это сделать как-то безболезненно и очень-очень экологично. Ну, еще чуть-чуть, Жень, когда выходишь каждый раз на большую аудиторию, вот это вот перед, вот выйти, да, для меня, по крайней мере, выйти, это такое сердце бьется, голос немножко дрожит. Как с этим справиться, как с этим обходиться? Например, можно это разделить с партнером. Например, это можно немножко с юмором и в игровой форме. Собственно, приглашаем, и Евгений отзвучит. Да, вот эти самые все самопределения. И феномены, значит, вот, эмигрирующего языка. Это 208-я аудитория. Приходите. Вот. А мы, значит, приглашаем сюда Юлию Щербак и Анну Волошан. С мастер-классом. Ты, я, или кто, кого? Сила конкуренции. Всем доброе утро. Классно, что пришли. Потому что, похоже, даже, ну, весна с зимой как-то в конкуренции находятся сегодня. Поэтому тема, как никогда, актуальна. Она актуальна всегда. А скажите, кто знает Юлию Щербак? Поднимите руку. Прикиньте, и только я с ней сегодня буду вести мастер-класс. Я этим горжусь, поконкурирую с этим. И, ну, у нас будет весело, драйвово. Приходите, поконкурируй. В общем-то, именно благодаря этой чудесной конкуренции этот мастер-класс родился. Ну, что ж мы, мы тоже. Ну, можем. Так что, прикольно. Приходите. Значит, конкуренция, ведущая, как раз на колобном месте. О, прекрасно. Лобное место в коридоре. Ольга, как у кого? Лобное место, да. Не ошиблись слова. А мы сюда приглашаем Ольгу Бабенко с мастер-классом «Кошелек и или жизнь». И или жизнь. Да. Я работаю 25 лет в сфере финансов и 15 лет в Ештадте. В своем мастер-классе я решила соединить два этих прекрасных опыта и рассказать и поделиться про то, что хоть и весь мир вращается вокруг денег, они тесно плетены в нашу жизнь. И мастер-класс будет про отношения наши с деньгами. То есть будут рассматриваться отношения как с партнером с деньгами. Кому это интересно и кто хочет больше узнать про свои отношения с деньгами, как они к вам приходят, как уходят, что вы с ними делаете в процессе этих отношений, пожалуйста, приходите, я жду вас. Буду рада поделиться тем, что знаю. Спасибо. Возьмите наши донышки в аудиторию 204.